Добрый день, Миша Кучеренко, программа «Стереоправда», очередной выпуск третьего сезона нашей программы. И сегодня нам представится такая возможность, мы послушаем с одной стороны продвинутый аудиофильский домашний тракт и послушаем достаточно репрезентативную профессиональную студийную технику в студийных условиях. Для этого мы решили воспользоваться любезным приглашением компании «Доктор Хэт». И нашу передачу мы сегодня будем снимать в их магазине на Новом Арбате, дом 15. По моему ощущению, скорее всего, самым большим, как минимум по площади, по количеству представляемой техники, магазинам во всей нашей стране. Я, как всегда, в начале программы хотел поблагодарить Ярослава Воробьева, своего соедущего, поблагодарить нашего генерального спонсора, компанию «Интрейд» в лице Кирилла Яковлева и Николая Петрова. Ну и долго не растекаясь по древу, можем приступать. Как всегда, у нас первый раздел – это раздел новостей. Ко мне присоединился Ярослав Воробьев, соведущий, продюсер и прочие титулы. А я хотел бы, Ярослав, наверное, только одну новость сегодня озвучить, которая имеет ко мне непосредственное отношение. Вот после нашей последней съемки программы в Санкт-Петербурге я задержался и пошел в странный, неожиданный контакт с Дмитрием Матышевым из компании «Алтима». И он меня пригласил в свою, как он ее называет, аудиогостиную, послушать плоды его последних многих лет усилий. Он, как известно, дистрибьютор Уилсон, дистрибьютор ПАС, дистрибьютор Спектрал, дистрибьютор много чего. И он посвятил своей несколько лет последних работе вот с этой системой, которую он мне продемонстрировал. Причем он заставил меня при входе, или попросил надеть маску для сна, чтобы я не увидел, куда я попал, чего я слушаю. И на самом деле он в чем-то был прав, потому что редко, когда я прибегал к таким приемам, я отслушал где-то 10 треков вслепую на системе, состоявшую из колонок Alex 5 Wilson, из тракта Спектрал, плюс там какие-то были твики типа платформы Saray, там и провода Oracle, семейство MIT. Ну, в общем, все вылизано, предохранители по 800 долларов, как это водится, сетевые. Автоматы были за много лет отслушаны, десятки, какой из них лучше звук дает. Могу сказать, да, я был потрясен. И учитывая, что мы перед этим сняли одну систему, претендовавшую на Чашу Святого Грааля, это вот за городом у Александра с колонками Ападжи, практически прошло где-то две недели, вот это была другая система, но она была другой. Она была другой в чем? Что если мы слушали то, что с Ападжи там все-таки доминировала, наверное, не такая тщательная настройка, а больше интуиция на музыкальность, то в случае системы, которую я слушал в Питере, вот сейчас Altima, там было выверено наукообразное, а может быть и научное, очень тщательное, щепетильное, многолетнее работа по доводке системы. Ну, и вот одно из впечатлений, что когда я снял маску, то когда я был слепой, эту систему слушал, мне казалось, она шире и глубже, и более как-то ровно все расставлена, чем когда в конечном итоге я снял маску и увидел, что и колонки ближе стоят друг к другу, и до стены расстояния намного меньше, что тормозит зрительное ощущение, что это еще дальше куда-то уходит. Но незабываемый опыт. Резуме такое, что все-таки, если бы я выбирал из двух систем, вот ту Apogee, которую мы слушали, или вот эту Wilson, которая, в принципе, конечно, значительно дороже, но даже если без отношения к стоимости, понятно, что это мое предубеждение, понятно, что это, как бы, возможно, ну, как бы, близкий мне продукт. Я бы, наверное, выбрал Apogee, опять же, почему? Почему? Потому что там доминировала все-таки юфоника, в то время как вот эта точность и это вот последние выжимаемые капли улучшения качества, они ведут вот в той поговорке, что, знаешь, как говорят лицом лицу, лица не видать. Так что вот это моя первая новость, а у тебя чего? Ну, опять же, мы в прошлый раз с тобой попробовали такой небольшой формат таких мини-обзоров техники, и я хотел бы этот формат... По принципу «Век живи, век учись». Да, немножко продолжить. В нашей программе, как известно, мы в основном говорим о технике, относящейся к категории high-end. Между тем, в комментариях нас часто просят обратить внимание и на более массовую продукцию. Сегодня я расскажу об акустических системах популярного немецкого бренда Magnat, а именно о модели Signature 909, которая является практически флагманской в модельном ряду компаний. Подробный обзор данной акустики вы можете прочитать на нашем портале avreport.ru по ссылке в описании к данному видео. Итак, акустические системы Magnat Signature 909 имеют элегантный дизайн и качественную отделку, но внешность не главное достоинство колонок. Про звучание можно сказать не меньше добрых слов. Приятная естественность и шелковая фактура тембров, отличная музыкальная сцена, свободная динамика. В дополнение колонки имеют высокую чувствительность, делающие их нетребовательными к мощности усилителя. Ну и, наконец, цена. Цена этой модели составляет 350 тысяч рублей за пару. Также сегодня мы хотели бы рассказать вам о high-end системе, с которой нам только что довелось познакомиться. Но не обычной, а персональной, состоящей из портативного аудиоплеера Astelland Kern SP3000 и наушников Pathfinder, которые являются совместным творением все той же компании Astelland Kern и Comfire Audio. Ну, если тебе не сложно, может быть, ты действительно расскажешь пару слов о конструкции этих моделей и о своих впечатлениях, потому что так уж получилось, что мне... Я смог... Ну, не то, что смог, а Миша любезно согласился прослушать обе эти модели сегодня перед записью нашей программы. Не то, что любезно. Мне, во-первых, было очень интересно. Дело в том, что некоторое время назад в нашей программе мы упоминали и то, и другое. То есть мы упоминали о том, что компания Knowles выпустила после многих лет такого перетряхивания своей номенклатуры, наконец, действительно, новое решение. И этим новым решениях их было два. И мы об этом тоже говорили. Одно это было для компании Jerry Harvey. Они сделали динамик, у которого гораздо шире полоса пропускания. И, в частности, они привлекли для разработки так называемую кривую Хармона известную, которая была создана на основании опроса большого количества слушателей. Вот некая оптимальная кривая. Вот для Jerry Harvey, Knowles сделал вот тот динамик. А для Astley Kern с промежуточным звеном в виде Campfire они сделали динамик, в котором как бы один мотор, но он... Две арматуры двигают в двух отдельных камерах. И мы тогда упоминали этот Pathfinder. Он тогда еще не был доступен. Я даже специально, между прочим, интересовался в Dr. Head, поступил он или нет. Я в это время в Питере был. Но это, наверное, осенью было. Они сказали, пока нет. Вот и в результате, наконец, он у меня в руках. Вообще, Campfire Audio, я тебе в двух словах хочу сказать, это одна из компаний, которая у меня всегда на выставках, а я часто ездил по портативным выставкам, вызывала очень положительную реакцию. Ну, чисто американская, во-первых. Это не к тому, что я отрицаю заслуги из Юго-Восточной Азии, но американцы как к нам ближе, да, по менталитету и так далее. Во-вторых, ну, я имею в виду, от этого никуда не денешься. Во-вторых, они всегда делали корпуса очень своеобразным образом. Они выфрезеровывали корпуса из цельных кусков металла. Они отливали. И в-третьих, давая хороший результат, они как-то вот, видимо, не случайно были выбраны Астерликерном. Потому что, опять же, Астерликерн, наверное, просматривали всех, кто может быть партнером. Заслуги достижения Campfire Audio были очевидным образом Астерликерном учтены. Как я правильно понял, это гибридная модель. То есть, с ней используется как баланс арматурный излучатель, так и динамический. Я ее послушал. Мне она понравилась. Тем более, как я понимаю, здесь очень дорогой какой-то провод. И, судя по цвету, серебряный. Закрывает тему Астерликерн. Хорошие наушники, хорошая цена. Все-таки, вот, например, то, что я делаю, это в районе трех-трех с половиной тысяч долларов. Это, как я понимаю, в районе двух тысяч долларов. Достойный продукт. Я лишний раз убедился в том, что Campfire Audio – хороший эфир. И Астерликерн тоже. А плеер... Пару слов я о плеере скажу. Да, да, конечно. Потому что мы все-таки оценивали это как систему такую. То есть, это, еще раз, это топовый плеер. А Ultima, или, я не знаю, как правильно. Ultima. A Ultima, да. SP3000. То есть, это топовая модель портативного плеера Астерликерн на сегодняшний день. Ну, да, выглядит как ювелирное устройство. Ну, да. Но если с таких позиций подходить, как некое ультимативное устройство, в котором есть все, и которое обеспечивает весьма высокое качество звука, за эти там 300 тысяч, или сколько он сделает? Ну, 341, по-моему. Да, 341 тысяч. Ну, в общем, я приятно удивлен. И тем, и другим. Надеюсь, что когда-нибудь накоплю денег. Не знаю, как насчет ушных мониторов, поскольку надо свои куда-то девать. А плеер очень хороший. Хорошо, Миша. Спасибо большое. Да, тебе тоже спасибо. Так получилось, что к нашему обычному тесту мы в этот раз можем добавить очень авторитетное мнение самого Михаила Почеренко. Да, спасибо. Что, вне всякого сомнения, добавляет ему ценности. Спасибо. Ну, как говорится, красота в глазах смотрящего. Поэтому спасибо, Ярослав. А мы переходим дальше. А еще раз добрый день. Миша Кучеренко, программа «Стереоправда». Мы бы хотели сделать очень важный, интересный анонс. 8 и 9 апреля в гостинице «Холидэй» на Симоновском вале «Дом-2» около метро Пролетарской будет проходить очередная выставка в «Хрэш-Хай-Фай» и «Вайнел-Шоу». Это уже третья выставка. Две были в прошлом году, одна в Москве и Санкт-Петербурге. Эта выставка устраивает компания пульт.ру совместно с галереей Назаров. Наш генеральный спонсор, компания «Интрейд» на этой выставке будет иметь две комнаты. Одну, собственно, одну совместно с галереей Назаров. Там будет проходить много очень интересных событий, как и на выставке в целом, где будут самые известные, самые крупные компании. Например, там будут какие-то мои мастер-классы, там будет автограф-сессия, там будут какие-то мои выступления. Поэтому, у кого есть какие лично ко мне вопросы, милости просим. А вообще, всех приглашаем на выставку 8 апреля. Это будет суббота с 11 до 7 вечера. И 9 апреля это будет воскресенье с 10 до 6 вечера. Надеюсь, что скоро увидимся. И еще раз всем привет. Миша Кучеренко, программа «Стереоправда». Мы делаем анонс на выставку, которая называется «Москву Хайншоу», которая будет проходить в гостинице Холеда и Селигерской, Коровинское шоссе, дом 10, 21 по 23 апреля. Эта выставка проходила уже много лет. Мы принимали в ней участие. Своеобразие в этой выставке в том, что на ней будут в основном представлены аналоговые записи, аналоговые носители, магнитная лента. И также на этой выставке будет, что удивительно, много российских производителей, что в нынешних условиях более чем актуально. Но главное, на этой выставке также будет наша офлайн-встреча со зрителями нашей программы. Все подробности об этой встрече в описании к этому видео. И также в описании к этому видео в силу ограниченности мест на этом мероприятии онлайн-форума, как можно зарегистрироваться. Поэтому до скорой встречи. И надеюсь, что мы скоро увидимся. Итак, мы в студии флагманского магазина «Доктор Хэт» в Москве. И нашим гостем, одновременно хозяином является Сергей Рябов, звукоинженер, который хозяин вот этого всего, что мы здесь видим вокруг, а именно студии «Доктор Хэт». Как я понимаю, здесь иногда записи происходят. Да. Во-первых, всем привет. Хозяин студии звучит довольно громко. Но в целом это примерно так. Я такой студийный тролль, который здесь следит за тем, чтобы все правильно работало. Это студия. Но в первую очередь это полноценный шоурум, в который наши клиенты могут прийти и протестировать мониторы, наушники, микрофоны в хороших студийных условиях. Не просто в каком-то голом помещении. Чтобы представлять, как оно будет уже в их студии себя, например, ввести. Вот. Поэтому здесь такое для меня появилось раздолье по сочетанию и технических, и творческих задач, и реализаций. Что, естественно, меня несказанно радует. Мне здесь очень комфортно. Вот скажи, вот получается, мы с вами смежники. Вы к музыке присоседились, как ты говоришь, непосредственно к исполнению и к написанию. С одной стороны, как профессионалы. Мы, как аудиофилы, присоседились к музыке. Также пройдя, может быть, кто-то и формальное обучение, и, возможно, даже начав что-то делать. Но в конечном итоге, занявшись другими делами, а все-таки испытывая большую страсть и интерес к музыке со стороны аудиофилии. И вот несмотря на то, что мы смежники, наши представления о качестве звука, в том числе, часто не полностью совпадают. Вот я в своей книге «Рассказы об эпизоде», когда я был в Америке, я брал интервью у нескольких звукорежиссеров, и я поехал специально в Нэшвилл к Джорджу Массенбургу для того, чтобы в его студии Blackbird послушать им же сделанную запись. Правда, не в этой студии, но предыдущую он записал с Линдой Ронстенд альбом Warm Your Heart. И я приехал с этим диском, поставил его у него в одной из контрольных студий, послушал, вздохнул с облегчением и сказал «Я про жизнь не зря». Он таким немножко изумлением говорит «В каком смысле?». Я говорю, что все-таки на домашних системах, несмотря на то, что мы имеем дело не с мастер-лентой и так далее, в определенных аспектах, хотя считается идеалом вроде бы получить тот звук, который на контрольных мониторах в студии, в одной из лучших студий мира, можно двинуться дальше. И вот на слово «двинуться дальше» я помню на одной из выставок девушка, она, видимо, каким-то профессиональным образом тоже с этим связана, изумленно воскликнул «Куда?». Я сказал, что двинуться в сторону большей выразительности. И вот вопрос, как ты к этому относишься? Считаешь ли ты, что музыка на контрольных мониторах во время сведения и мастеринга – это вот этот final frontier? И цель аудиофилии заключается в том, чтобы получить именно максимально близкий результат к тому, что люди слышат во время сведения? Или действительно можно двинуться дальше? Вопрос интересный, действительно. Я думаю, что вот с такой формулировкой я, наверное, готов согласиться в плане достижения больше какой-то выразительности. Можно ли обозначить здесь какие-то цели, чтобы при прослушивании аудиофилы стремились ровно к тому, что было создано там? Наверное, это тоже логично с точки зрения получения и восприятия творчества таким, каким его задумывали авторы. Но, с другой стороны, действительно, у разных систем есть свои параметры, ограничения, сильные и слабые стороны. Поэтому, я думаю, что да, можно в каких-то своих условиях достичь большей выразительности. Я могу о чем сказать? Например, когда я был, опять же, продолжая эту историю с Джорджем Мессенбургом, я заметил на НС-десятых, которые стояли ближнего поля, провод за 10 тысяч долларов от Норд-Ост. Я ему говорю, Джордж, а это что здесь делают? Он мне говорит, ну, ты знаешь, я хотел бы, чтобы вот когда к нам приходят в студию, у людей реализовывалась сказка. Что у нас здесь было такое оборудование, о котором они могли только мечтать. Но что я ему сказал? Ты знаешь, вот, к сожалению, будучи смежниками, мы заимствуем друг от друга самые поверхностные. Не говоря о том, что самые тупые приемы. Ну, например, когда люди дома ставят студийные мониторы, которые для других условий, для других задач, которые там, допустим, в монтированную фронтальную стену. А представление об аудиофилах в профессиональном студийном сообществе – это провода за 10 тысяч долларов. Есть такие стереотипы. Вот, и плюс в домашних условиях мы можем же использовать те технологии, и с точностью наоборот. Конечно. И не можем использовать те технологии, которые в студиях. Ну, например, дома мы можем расставить колонки более правильно. В студиях, как я понимаю, таких возможностей нет. Ну, понимаешь, да, чтобы там на расстоянии от задней стены, это все, чтобы было… Ну, во всяком случае, те студии, которые я видел, в основном вот эти вот большие мониторы в стену, мониторы ближнего поля, и на этом ведется основная работа. Я правильно понимаю? Ну, по-разному. Есть же действительно планы, там, ближнее поле, среднее поле, и вот эти условные мейны, там, вмонтированные в стену. Ну, в студиях вообще стараются, конечно, это все соблюдать. Единственное, что не везде действительно удается, и многие идут на какие-то компромиссы. У нас и здесь тоже есть своего рода компромиссы. Вот, например, стоит в основном сетапе сейчас одновременно четыре пары. Все в свой, как бы, некий свитспот не поставишь, поэтому приходится что-то двигать там чуть левее, правее. Но, тем не менее, стараемся в студии создать все-таки наиболее ровные и правильные условия для создания музыки. Тогда хорошо. Мы сейчас уже к более общему вопросу подойдем, он у нас третий по счету. Все-таки, что такое качество звука? Я понимаю, что этот вопрос, когда я людям задаю, он, с одной стороны, многих застегает врасплох, да? Потому что, вроде, все апеллируют к качеству звука, но в контексте профессионального аудио у вас больше технические параметры, технические требования на качество звука? Или это все-таки тоже имеет отношение к субъективному восприятию, к искусству? Конечно, без субъективного никуда. И здесь происходит, наверное, сочетание технических параметров каких-то конкретных, за которыми мы следим и к ним стремимся. Но и субъективное ощущение нашего восприятия, оно тоже, естественно, накладывает опечаток. И это тоже один из инструментов, за которыми обращаются к тому или иному звукорежиссеру, потому что он слышит, чувствует, там, определенный жанр может быть лучше, чем другие, или, наоборот, универсальный профессионал. Действительно, вопрос непростой, потому что это, вроде, нам кажется таким... Само собой разумеющимся. Само собой, да, разумеющимся, обыденным. Но, наверное, это детализация, это полнота раскрытия всего спектра нашего слышимого, это натуральность и естественное звучание. Вот это, наверное, не самый технический такой техничный параметр. Но, тем не менее, во всяком случае, в работе с какой-то акустической, там, живой музыкой, очень важно, чтобы она звучала по-настоящему. А насколько большое внимание вы уделяете передаче пространства, эшелонированию, точной фокусировке, там, глубине сцены, размером сцены? Это важный параметр? Конечно, это важный параметр, и это тоже те вещи, на которые мы можем влиять в процессе работы, размещая какие-то инструменты, допустим, записанные каким-то ближним съемом, которые изначально не находятся в каком-то пространстве или объеме. В том числе и мы можем и должны помочь им занять свое место, и все перечисленные параметры тоже важны, мы за ними следим. Но ведь глубину очень трудно почувствовать. Вот я могу сказать, в тех условиях, в которых я был в студийных, там практически, наверное, приоритетом что-то другое является. Когда режиссер работает с фонограммой, наверное, что? Правильность тембра, динамический диапазон, микродинамика. Вот, например, лично для тебя, когда ты оцениваешь качество звука фонограммы, вот какой параметр стоит на первом месте? Сложно. Наверное, не отвечу я, чтобы я выделил на первое место, потому что такой, как кубик Рубика, следишь сразу за всеми гранями. Все важно. Но за глубиной тоже мы следим. Не все системы настолько, допустим, одинаково хорошо могут это передать, и это действительно так. Но поэтому мы, наверное, и стремимся тоже повышать качество нашей студийной аппаратуры, а не только оставаться на каких-нибудь там бытовых колонках, которые есть у большинства, например. И топовые разные системы позволяют и это слышать тоже. Тогда следующий вопрос, уже предпоследний. Существует ли предел совершенства? Потому что аудиофильское хобби, оно движимо, в том числе и азартом, все как-то больше и больше совершенствует качество звука. И отсюда эти сумасшедшие по цене твики, провода, ну и даже основные компоненты системы, как колонки-усилители, которые уже будут скоро стоить, как там космический корабль. И стоит вопрос, например, все-таки, наверное, с точки зрения функционала, вот мы слушаем музыку, там есть некая коммуникация, есть некое содержание. Вот первая часть вопроса, существует ли, на твой взгляд, предел необходимому совершенству? И второе, большинство аудиофилов отвечали, что нет, предела совершенства нет. Тогда я им задавал вторую часть вопроса. А тогда что же мы получаем, вкладывая вот по low-de-minishing return все больше и больше и больше средств, и получая все меньше и меньше отдачу? Вот как бы ты ответил на этот вопрос? Вопросы все очень интересные и хорошие. Мне кажется, достойные вообще отдельного какого-то даже длительного рассуждения. Я, не знаю, может быть, силу моего строения ума, я пока никакого предела не вижу, потому что, ну, даже на моем опыте, пока я всем этим занимаюсь, постоянно какие-то новинки выходят, что-то чуть-чуть улучшается, и, ну, не знаю, мне сложно оценить, какой-то вот там обозначить, назвать потолок. Какой-то нам дает эффект, не знаю. Из того, что, опять же, я, наверное, вот наблюдаю, может быть, поверхностно, не знаю, я не очень глубоко там вхож во все эти, может быть, производственные, допустим, отношения, но, на мой взгляд, это позволяет создавать новые модели, допустим, с применением новых технологий или уже какой-то отшлифовкой уже знакомых нам в более доступных вариантах. То есть помимо того, что рождаются новые технологии, которые, ну, очевидно, будут дорогими, но в то же время их предшествующие технологии становятся, мне кажется, ближе к людям. И, например, вот на, ну, на примере как раз нашей студийной профессиональной темы многие домашние музыканты условно теперь могут с легкостью прикоснуться к процессу создания музыки, о котором 10, 20, 30 лет назад люди не то что мечтать не могли, вообще, наверное, даже не задумывались, что так в легкую можно что-то делать. Поэтому я думаю, что вот это повышение какой-то планки, оно, ну, позитивные эффекты тоже имеет. Ну, хорошо. Это действительно, как мои вопросы, так и твои ответы создают очень широкое и глубокое поле для разговоров, но поскольку мы ограничены во время, мой последний вопрос. Поскольку мы затронули новинки, вот с точки зрения качества звука именно в этом аспекте, улучшая качество звука, какие, на твой взгляд, технологии и последние достижения, ну, скажем, за последние пять лет, ты бы мог привести в качестве примера тех возможностей улучшения качества звука. Ну, наверное, логичным таким будет моим примером рассказать про Dutch & Dutch 8C, система, собственно, которую мы, одну из систем, которых мы сегодня будем слушать, на ее примере, наверное, можно сказать про применение цифровых всяких технологий, ДСП, обработок, в общем, помещения своеобразных мозгов. Сергей, перед тем, как мы перейдем к прослушиванию, я бы хотел тебя попросить представить эту систему, которую мы будем слушать, то есть более подробно остановиться на всем тракте, начиная с источника, что мы будем слушать, какие, соответственно, дальше будут в тракте компоненты, как я понимаю, колонки у нас активные, значит, соответственно, по сути дела, источником и всем остальным являются сами колонки, я правильно понимаю? Ну, мы будем слушать, наверное, через Tidal, запускать это с компьютера, это будет проходить через наш ЦАП мастеринговый SPL Mercury, и оттуда аналогом мы попадаем в Dutch & Dutch. Потому что, как я понял, есть еще одна версия этих колонок, где, по сути, все в одном флаконе. Да, собственно, это то, что я хотел добавить, что это не... можно их представить не как чисто студийную тему, хотя в студии они занимают довольно высокое положение, но у них есть и действительно high-end модификация, там используется такая же начинка, они отличаются материалом корпуса и возможностью стримить музыку действительно через Ethernet, просто подключив Rune и не использовать уже никаких других дополнительных аналоговых, в общем, приборов. Dutch & Dutch, почему хочется их вообще послушать и про них рассказать нашим зрителям и слушателям. Топовая классная система из Нидерландов, активная, там используются усилители класса D, не все их любят, но здесь они работают великолепно. Это трехполосная система, несмотря на то, как они выглядят с лицевой панели. На задней стороне корпуса у них, мы видим, два 8-дюймовых тоже динамика, отвечающих за низкие частоты. Это условно mid-range woofer и высокочастотная пищалка. У корпуса такое строение. Сбоку расположилась сеточка с дополнительными волноводами, которые, в общем, вкупе все строение корпуса и расположение динамиков выстроены таким образом, чтобы обеспечить кардиоидное распространение в области нижней середины, что, в общем-то, их отличает от большинства привычных нам систем и позволяет, в том числе, чуть меньше привязываться к расположению в комнате. Когда ты говоришь кардиоидное, вот этот провал, он сзади формируется, я правильно понимаю? Ну да, то есть они создают направленность вперед к слушателю, что в конечном итоге позволяет добиться большей разборчивости и читаемости в этой области спектра. И снизить отражение назад. Снизить отражение, да, назад. Поэтому они позволяют, и в своих мануалах пишут о том, что вы можете располагать, ну, естественно, не совсем вплотную к стене, но фронтальная стена больше не является таким, прям уж совсем врагом-врагом для нас. У них есть, как я уже говорил, ДСП, которая управляется через контрольную панель, в которую мы можем зайти как с компьютера, так и с телефона, когда мы находимся в одной локальной сети. И там есть возможность выставить параметры, как раз расположение мониторов относительно фронтальных и боковых стен. Там мы задаем также расположение их относительно свитспота, в котором мы будем прослушивать это. То есть мы задаем расстояние между ними, расстояние от них до стен и расстояние до точки прослушивания. После этого, помимо этого, есть еще дополнительная возможность коррекции под комнату уже более точную, с использованием измерительного микрофона и программы RoomEQ Wizard. RoomEQ Wizard бесплатная программа, и с какого-то момента в обновление они добавили поддержку этой системы. Соответственно, когда у нас все скоммутировано в одну локальную сеть, то в RoomEQ Wizard мы можем выбрать систему DACHI-DACHI 8C как эквалайзер наш. И, проведя измерения, создав корректирующие фильтры, вгрузить их прямо в мониторы. Это статичная коррекция, правильно? Это статичная будет коррекция, которую не нужно применять какими-то дополнительными средствами, запускать какие-то программы, направлять туда звук. То есть, все, что мы будем воспроизвести через них, в этой комнате, в этих условиях, будет звучать уже как раз с этой коррекцией. Хорошо, спасибо большое, Сергей. Ну что, мы сейчас приступаем к прослушиванию профессионального тракта. МИТОР 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 Мы только что закончили слушать профессиональную аудиосистему Которая представляет жанр студийной профессиональной техники Сейчас мы с Сергеем Рябовым, звукоинженером компании Dr.Head Будем слушать вторую систему Которая будет представлять жанр хай-эндной системы То есть мы как раз, как объявили в начале программы Хотим показать вот эту довольно принципиальную разницу Между характерным для профессиональной среды звуком И звука особенностей его характерной для хай-энд аудио среды И вот ту систему, которая будет представлять жанр высококачественного хай-энд аудио Нам эту систему расскажет про нее представитель нашего генерального спонсора компании Intrade Кирилл Яковлев Которого мы много раз уже в наших программах видели, с ним общались Кирилл, поскольку во многих предыдущих программах мы уже использовали AER Источник мы использовали Unison Research Мы подробности укажем в комментариях Собственно, это все старые знакомые наши Объединяет все эти ящики разношерстные Я кратенечко так скажу Все любят подробности какие-то технические Но мы не будем заострять на них внимание Скажу, что объединяет все ящики Собственно, любовь к классу А Балансные схемы Ну и, конечно, отсутствие такого феномена транзисторного звучания Ну да, они очень певночные Ну в негативном ключе При этом, раз у нас тут ламповый усилитель гостит Это не анахронизм из прошлого Не какой-то немощный старикан А, собственно, современный усилитель для любой музыки Без жанровых ограничений Ну и, собственно, даже в плане колонок Он тоже почти не имеет никаких ограничений То есть ему подвластны абсолютно разноплановые колонки Но я так понимаю, что изюминка нашей с тобой сегодняшней программы Это именно ваша новая продукция Ваши новые колонки Не продукция, да, это наш новый бренд акустический Это Revival Audio Это новинка не только у нас здесь Это вообще мировая новинка Revival Audio интересна тем, что, собственно, создатели Это не люди какие-то случайные Это создатель Revival Audio Дэниел Эмонт Собственно, один из самых современных инженеров Самых подкованных на сегодня технических инженеров Он французский, правильно? Да, француз, да Он в индустрии уже более 30 лет И он имеет явный бэкграунд То есть топовых производителей и топовых моделей Акустических систем и динамиков Вот, то есть он инженер не проектировщик колонок из готовых каких-то, да, динамиков Вот, он проектировщик, создатель динамиков и, естественно, колонок Я так понимаю, что он до этого работал тоже на таких больших позициях в Дайн Аудио Да, ведущий инженер Дин Аудио, ведущий инженер Фокал И, собственно, крайне заметные топ-топ модели И там, и там его руки дело И, собственно, имея такой опыт И, наверное, как многие приходят К желанию что-то свое создать Выразить свое инженерное я Ну вот эти колонки Revival Аудио Это продукт, собственно, вот Не больших компаний Да, а Небольшого пока коллектива Как я понимаю, здесь же еще особенность в том, что все динамики сделаны этой же компанией Да, ключевой момент, что если ты хочешь делать серьезную акустику Ты должен применять серьезные динамики У него, поскольку этот талант, опыт создания высшего уровня динамиков есть в полной мере То есть он и создатель технологий И знает, как измерить И есть идеи, которые нигде еще не применялись До него Вот здесь он это все воплотил Про динамики здесь Поскольку ограничивающий фактор Который задает потолок акустики В первую очередь это динамик Здесь собственные разработки полностью динамики Здесь басовый динамик Это новинка индустрии Базальтовое волокно в качестве материала для диффузора Сэндвич диффузора Если ты делаешь сам динамики Ты, наверное, лучше всех остальных знаешь, как поделить между ними сигнал Соответственно, кроссфер здесь тоже собственной разработки Фазолинейный С сохранением по возможности импульса То есть задатки у колонок такие Что звуковую сцену они умеют строить предельно корректно Предельно точно Ну и, конечно, качество сведения полос здесь тоже на высоте Я имею в виду не только уже сцены А, допустим, чтобы голоса у нас не расщеплялись Были гладкие переходы везде Прослушивание долгое, без усталости Это все качество мельчайших деталей в разработке самого динамика И кроссферной колонки в целом Все здесь это соединилось То есть за внешним видом таким Несколько ретро, может быть, кто-то назовет Здесь самые современные способы изберений Современные способы проектирования Свежие на самом деле идеи И идеи сегодняшнего дня не вчерашнего Хотя вид традиционный полностью Ну и вот сегодня вы сможете, собственно, оценить Насколько авансы такие соответствуют действительности Ну, кстати, сколько стоят эти колонки? Ну, большие Atalan T5 стоят 450 тысяч рублей на сегодня А компактные мониторы, они 250 тысяч за год Но сейчас, наверное, самое важное Что это инженерный гений Да, и неформальный подход к проектированию Ну, вот ключ к хорошему звуку Спасибо, Кирилл Я думаю, мы сейчас во всем этом убедимся Да А мы сейчас переходим к прослушиванию Субтитры сделал DimaTorzok Мы только что отслушали Сергеем Рябовым Звукоинженером компании Dr.Head Две системы, как мы уже замечали раньше Одна представляет вот типичный звуковой почерк Характерной особенности профессиональной звуковой техники То есть той, которая используется на студиях То, к чему мы привыкли в студийных условиях Да А вторая, мы с тобой отслушали то, к чему вы, возможно, не привыкли А именно хай-эндный комплект Как ты думаешь, все-таки удалось нам двинуться дальше с хай-эндом? Однозначно, да Хотя, как Я скажу так Не то, что дальше А меня Эта система, которую мы сегодня слушали Приятно впечатлила Может быть, там сейчас Дальше подробнее скажу Хорошо Но я здесь услышал кое-что интересное для себя Ну, я оглашу твой вердикт Знаешь, естественно, когда ты это делаешь первый раз В отличие от меня, который уже много раз ты делал Я понимаю, почему у некоторых людей бывают похожие оценки То есть, например, в системе твоей На даче-даче колонках ты поставил 7.35 А вот этой системе ты поставил чуть больше 7.38 Ну, разница, кстати, сводится к двум основным пунктам И это из-за взвешивания, которое у нас в этом рейтинге заложено Первый пункт, что здесь лучше акустические условия За счет этого здесь система Я с этим готов поспорить Да Но ты, во всяком случае, более высокую оценку поставил акустическим условиям здесь То есть, у тебя оценка на там 6, а здесь 7 Я имел в виду расстановку их в том сетапе, как мы слушали Потому что в студии у меня, как вы помните, несколько систем выставлено одновременно Больше, чем две И поэтому всем нужно найти какое-то компромиссное место Если бы их расставить там одни, я думаю, там бы балл был выше Вполне может быть Вот это первая причина Но мы умышленно пошли на этот шаг, поэтому такой балл честный С другой стороны, по двум пунктам То есть, разрешение ты поставил выше у себя, чем у Хаэнда И глубину артикуляции баса ты поставил, опять же, выше у себя, чем здесь Как бы ты это прокомментировал? С одной стороны, конечно, может быть, фактор некой привычки здесь тоже сказывается Что в своей системе я привык больше, чем к этой здесь Но вот для меня, наверное, как для звукорежиссера, как для того, кто работает с музыкой Мне там низ и верх понятнее Там я услышал больше, вот именно Ну, может быть, не самый подходящий термин, но как бы аналитически я там услышал больше Хотя и здесь в целом звучало приятно Тогда еще где ты, ну, понятно, там увидел преимущество Это общее впечатление, которое, конечно, очень размытый термин Ты поставил в своей системе общее впечатление 9 А здесь ты поставил общее впечатление 8 Опять же, вот твое понимание этого пункта общее впечатление Почему ты разные оценки поставил? К чему оно сводится? К тому, что все-таки я больше студийный персонаж, чем хаентный И для меня та система звучит понятнее И больше она мне дает информации о треке Не только эмоционально, как мне его приятно слушать Но и там мне проще понять все его составляющие А если в двух словах, вот какую самую основную особенность того тракта Ты бы мог отметить по отношению к этому И наоборот Вот если бы выделить какой-то один Наиболее важный для тебя особенность, приоритет этой системы По отношению к той Вот мог бы ты так какой-то один аспект назвать? Наверное, можно попробовать И мне кажется, это такая вот отличительная особенность Которая не хорошо, не плохо А вот именно просто чем они отличаются Там больше как под микроскопом То есть я могу разглядеть всякие детали Ну о чем я, собственно, уже сказал Здесь больше картинка складывается в общих чертах Мне нравится и то, и другое И оно и то, и другое уместно и на разных этапах работы И, естественно, в разных условиях прослушивания и работы Вот такое, наверное, ключевое различие я бы выделил И, собственно, вот из-за него я и поставил немножко разные оценки Но они близкие, потому что вот то, о чем я сказал в начале Услышав эту систему здесь, я был приятно удивлен Услышать много привычного того, что я привык слышать у себя там На той своей системе Хорошо, я тогда подхвачу твою аналогию по поводу микроскопа Я помню, когда только домашний театр был сам зародыш И вот только-только возникали видеотехнологии Типа вот этих CRT-проекторов и так далее У Sony был так называемый бродкастинг-монитор Который использовался во всяких телевизионных студиях Это, по-моему, 12 дюймов по диагонали или что-то типа этого И стоил он по тем временам баснословный 30 тысяч долларов Но все студии вынуждены были покупать этот монитор Потому что вот он давал единственное изделие Полное представление о картинке, которую студия делает и вещает И в этом смысле вот та система, которую я услышал там Она для меня аналогия вот этого студийного монитора 12-дюймового, но очень высокого уровня Опять же, не разрешения, я бы сказал, а скорее четкости И откалиброванного, где ты можешь понять Там цветопередача, правильно-неправильно Там уровень серого выставлен и так далее Тем не менее, я поставил такие оценки Я поставил твоей системе 6.75, а этой системе я поставил 7.46 Опять же, почему? Ну, понятно, бэкграунд разный Во-вторых, я тебе сказал там, как только мы начали слушать Что там очевидно, вот этот какой-то для меня Так я его называю, пластиковый призвук усилителей в классе D Понятно, по отношению к технике класса D Как бы она ни совершенствовалась Все-таки аналоговая техника прошла очень большой путь И мы имеем дело с цифроаналоговым процессором И с усилителями, которые себя зарекомендовали на протяжении многих лет Как очень музыкальным высоким разрешением оборудования Ну и ключ к тому звуку, который все-таки мы здесь слышали И в достаточно хороших условиях Откуда здесь и оценка выше формировалась и у тебя, и у меня Она связана с тем, что мы имеем дело С действительно серьезной и исключительной по качеству акустической системой Главным создателем, который был человек, его имя Даниэл Энант Он работал в Дайнауде, он работал в Фокале Компании, в которых он занимал там лидирующие позиции И поэтому он, конечно, не с луны свалился И все это результат, опять же, не УИМ Собственного изготовления динамиков в хороших корпусах Итак, я буквально хочу еще пару слов Значит, первое, почему у меня оценка выше Это условия, это расстановка И это позволило показать и большую ширину, и большую глубину сцены И лучшую фокусировку, и масштаб Потому что мы деньги за масштаб Как бы размер имеет значение Это вот к мини-монитору, все-таки Каким бы он качественным ни был, но 12-дюймовый, да Он не для всех целей подходит И так же и у нас Как бы мы не слышали много важных элементов и деталей звукозаписи Но когда мы смотрим вот на такой монитор А потом идем в кинотеатр Впечатление может быть в кинотеатре за счет масштаба происходящего Также я хотел отметить достоинствами этой системы Все-таки свойственную, я видимо, и французам в том числе Вот такую деликатную породистую музыкальность Вот я могу сказать, что я не сторонник делать такие градации По расовым и национальным признакам Но американцы всегда все-таки больше всегда настаивали на четкой фокусировке Возможно, оборотной этого стороной была аналитичность И вот поскольку в Америке рынок был заточен на более такие, знаешь, серьезные, большие конструкции Они вот это могли реализовывать достаточно такими монументальными усилиями Ну, взять те же Уилсон, как пример, да, колонки Возвращаясь вот к этим системам Вот это как раз, мне кажется, правильный баланс разумный Что где нужно было разрешение Эта система это разрешение продемонстрировала Да, была некая компрессия местами Чего, кстати, я, как ни странно, на колонках гораздо меньшего размера не услышал Ну, может быть, потому что и претензий было меньше Здесь, поскольку мы озвучили большее помещение Местами было слышно, что вот эта бесшовность, которая и музыкальность, которую мы здесь слышали Цена за нее была местами вот компрессия в каких-то диапазонах В частности, на рояле Если там Дайана Крал этот рояль играл более свободно И более мелодично, и более музыкально Здесь было видно, что местами, ну, как бы сказать, его так чуть-чуть поджимают С разных сторон Но, в целом, я со своей личной оценкой То, что я этой системе поставил более высокую оценку Я согласен Потому что, мне кажется, и это мой бэкграунд И тот результат, который мы здесь получили И те условия, в которых это происходило Вполне обосновывают этот результат Ну, естественно, качество техники я не обсуждаю Это за скобками, это само собой разумеется Сергей, спасибо тебе громадное за наш с тобой Сегодняшнее такое очень интересное путешествие И вот эти все наши с тобой разговоры из первых рук Потому что нам надо двигаться навстречу друг другу А чтобы двигаться навстречу друг другу не на словах, а на делах Я хотел бы тебе презентовать экземпляр своей книги К сожалению, на английском языке Потому что русский, кстати говоря Кто нас смотрит, имейте в виду, что уже третий тираж русской книги заканчивается А я, как сапожник без сапог, ни одного экземпляра русской книги не имею Спасибо большое Да, поскольку ты мне сказал, что ты читаешь на английском Перевод очень близок, причем он апдейтит по отношению к предыдущему Поэтому я пишу И у нас сегодня 13 февраля 2023 Сергей, вот это как раз возможность понять, что у нас в голове аудиофилов Каких целей и задач мы пытаемся добиться, какие цели мы ставим И тут, кстати, есть несколько анекдотов Я брал же интервью у Эл Шмидта, у Джорджа Массенбурга, еще у Фила Рамон И ездил к Джорджу, как я рассказывал, в студии Потом у нас среди портфолио компании была компания Manly Audio Labs Которая тебе должна быть знакома И я часто с Иваном тоже много где бывал Я был у Берни Грундмана в Лос-Анджелесе В его мастеринг студии И вот здесь некоторые из этих анекдотов описаны Класс, это все очень уважаемые люди Которых мы знаем и ценим в нашей профессии Ориентируемся на них, поэтому это очень ценно Так что точки соприкосновения у нас есть Сергей, тогда у нас последний раздел программы И последний сегмент с тобой Это где наши хозяева-гости Рассказывают нам о своей любимой музыке Мы просим их представить три своих любимых альбома И я предвкушаю услышать, что ты нам сегодня расскажешь Три альбома всегда очень сложно, конечно, выделить Любимых Но раз уж надо, постараемся Собственно, то, на чем мы сегодня слушали музыку Я постарался выделить три трека, наверное, в первую очередь На которых бы хотелось понять Звучание той или иной системы Ну и, собственно, все целиком альбомы В состав которых входят эти треки Я с удовольствием всем рекомендую послушать Я, готовясь к программе, думал Чем же мне порадовать и удивить ваших зрителей И понял, что многие, кто со мной знакомы Знают, что я являюсь большим фанатом и любителем СКА-музыки Ямайской музыки И всех ее производных и смежных жанров Будь то... Группа страны игры А, в том числе Я их приглашал в свое время еще в своем институте Когда учился в 83-м году у нас в клубе выступать Здорово И жанр, на самом деле, довольно вообще обширный Во всем мире здорово представленный Ну и в том числе вот всякими смежными жанрами Как регги, дапа, панк, хардкор И, в общем, все их смешанные производные Поэтому треки у нас сегодня такие Первый это Shot in the Dark группы Matt Caddys С альбома Dirty Rice Это такой добрый, бодрый скопанк Слушателям просто немножко поясню Потому что в ролике нет возможности использовать фрагменты именно этих песен Но обязательно найдите их и послушайте Это такой, в общем, добрый скопанк И конкретно этот трек интересен тем, что Инструменты в нем появляются не сразу все А постепенно, как бы, слой за слоем Как такой пирог у нас вырастает И очень удобный трек для использования на Саундчеках, например, на живых площадках Ну и для отслушивания вот разных психических систем Когда что-то новенькое слушаешь То вот на этом треке хорошо понятно Сначала вступают барабаны Потом появляется бас Потом по сторонам начинают гулять гитары Духовые Голос в центре появляется Все складывается отлично Трек, в общем, очень интересный и показательный Второй трек и альбом Это композиция знаменитого Величайшего ямайского тромбониста Рико Родригеса Трек «Варейка Вайбс» С одноименного альбома Рико является таким легендарным выпускником Широко известной ямайской музыкальной школы Альфа-бойс-скул И, в общем, он среди любителей ска-музыки И вообще как бы духовых инструментов Такой столб исполнителей И владеющих тромбоном Собственно, в какой-то момент Я вот говорил, что Стал обрастать музыкальными инструментами В моем арсенале появился и тромбон Благодаря нему, конечно, я Духовые очень обожаю И этот трек прекрасен сам по себе Просто для прослушивания Но в нем я люблю контролировать Что происходит с Абнизом Там довольно такая интересная Низкая партия Которая сразу помогает понять Что вообще, на что способна система И как себя ведет комната В которой она стоит Потому что приходилось, конечно, быть И во всяких проблемных помещениях Где все начинало просто гудеть и резонировать И этот трек очень хорошо это проявляет Поэтому сегодня он у нас в списке тоже есть И третий трек Не совсем чистая ска Но я хотел бы его тоже выделить Это группа 21 Pilots Трек Райт с альбома Blurry Face Мой младший брат Является большим фанатом этой группы И он меня, собственно, с ними познакомил С их музыкой И мне она тоже очень понравилась Она в целом довольно насыщенная И с большим количеством Всяких мелких деталей и приколов внутри И конкретно этот трек Тоже довольно массивный, объемный И он довольно верхастый В нем много высоких частот Опять-таки это позволяет оценить систему На что она способна Я сразу представляю, что в нем Я знаю, что много верха Сразу могу сориентироваться Как система вообще с этой областью спектра работает На некоторых сетапах бывает, что начинает сыпать А какие-то системы, наоборот, помягче И там все складывается вообще очень приятно В общем, три такие трека Которые, наверное, позволяют Проконтролировать и весь спектр И ширину сцены И глубину, кстати, в том числе О которой мы говорили И баланс всех инструментов В общем, такие три трека, друзья И альбомы, в которых они состоят Тоже с большим удовольствием Я всем советую послушать Спасибо тебе большое Я тогда постараюсь вкратце Поскольку у нас задача В моей ипостаси Больше расширять кругозор И поэтому у меня сегодня Три альбома Первый – Кассандра Уилсон Это американская Она считается больше джазовая певица Хотя она и блюз, и джаз Я даже один раз ее видел Она в Москву как-то приезжала У нее очень интересная перкуссионистка Была прямо перед ней Такой стол стоял Уставленный какими-то этими Разными мульками А то одну брала, то другое Вот, в общем, это было Для меня самое яркое впечатление От ее перкуссионистки Альбом, который я хотел порекомендовать Называется Silver Pony Это 2010 года Там и включены записанные живьем Несколько треков И студийные Ну, вот там просто для меня Оказалась очень актуальная Особенно на то время Песня под названием A Day in the Life of a Fool Вот, известный стандарт Вот И она очень хорошо сделала Эту запись Интересная аранжировка И вот среди всех ее Очень известных альбомов Почему-то вот этот Я решил выбрать сегодня Наверное, может быть Созвучно названию этой песни Вот Дальше Довольно необычный на ECM Как и все, что выпускается на ECM Наверное, знаешь этот лейбл И вот там вышла запись Альбома такого Как это выговорить Бандэ Не Аониста Ну, этот инструмент Называется Бандонион Это такая версия Аккордеона Вот Ну, это вообще-то было Выдумано еще В сороковые годы Как, видимо, такой вот Упрощенный вариант С похожим звучанием И он очень популярен был Как инструмент Исполнителей танго В Аргентине И вот на ECM вышел Альбом такого Бандиониста Дина Солуций Но Необычность этого альбома В том, что Он играет дуэтом С Вилан Челиской Аня Лехнер У которой чисто Классический бэкграунд И вот такое сочетание Она И Шуберта И Шумана И кого только И Баха исполняла А здесь вот В дуэте С Бандионистом Как я говорю Такой танго-репертуар Довольно интересно Как все ECM шикарно записано Согласен И, в общем Любопытно И по музыке Ну, и по звуку И третье Что я хотел порекомендовать Это мой любимый Бразильский исполнитель Кайтену Вилосу Альбом, который я хотел Порекомендовать Он из другой оперы По отношению к тому Что я видел В Нью-Йорке Он называется Фина и Стампа Это 88-й год Великолепный альбом Там его аранжировщик Жак Маленбаум Красивейшие песни Это тот случай Когда был выбран Репертуар На протяжении Скажем Неских десятков лет Если это 88-й год Там есть Из 40-х 50-х годов Классика латинской Латиноамериканской Популярной музыки И как это вводится Кайтену всегда делал Очень оригинальные Аранжировки И очень трепетный Очень мелодичный Очень романтичный Очень хорошо записанный Вышедший на Бразильском Universal В общем Очень достойный альбом Наверное Все, что я слышал После этого У него много чего Интересного Выходил У него выходили альбомы В том числе Американские песенные Классики Но вот этот альбом Это вот тот случай Когда все-таки Своя рубаха Ближе к телу Сергей, ну что Большое спасибо За это введение Вот в наше пересечение Смежников Аудиофилов И профессионалов Которые собственно В основе того Чем мы все занимаемся И чем мы все интересуемся Взаимно спасибо Я тебе желаю дальнейших успехов Надеюсь на нашу Скорую встречу Обязательно Обязательно А мы тогда что Переходим к следующему разделу Век живи, век учись И наша сегодняшняя программа Научила меня многому Потому что Сколько бы я не был в студиях Сколько бы я не был В профессиональных условиях То, что я услышал сегодня На пусть и довольно Не очень дорогом Профессиональном тракте Показали вот все те особенности О которых очень часто Люди рассуждают Все-таки профессиональный звук Наша Конечная цель Или все-таки Хай-энд Это какая-то параллельная Или пересекающаяся Не пересекающаяся И вот сегодня Мы еще раз Могли послушать И то, и другое Увидеть цели и задачи Которые пересекаются И результаты И те цели и задачи И те результаты Которые возможно Не пересекаются Тем не менее Наши смешники Это такие же любители музыки Такие же энтузиасты звука И общение Как с Сергеем Рябовым Который нам сделал Сегодня Все эксперименты И был Гостем нашей программы И также Я хотел выразить Благодарность Дмитрию Тютикову Администратору Доктор Хэт За то, что они Смогли нам Очень хорошо Все организовать Ну и в заключении Нашей программы Я бы хотел Во-первых Поблагодарить Как всегда Нашего генерального Спонсора Компании Энтрейтлица Кирилла Яковлева И Николая Петрова Поздравить их С очень удачным Новым приобретением Новой линии Колонн Ревайвл Аудио Которую мы сегодня Слушали И которые Произвели на нас Очень хорошее впечатление Также я хотел Напомнить О все продолжающейся Программы Наших аудиоконсультаций Аудиоаудитов Все подробности Можно прочитать На www.stereopravda.com Пожелать всем Пожелать всем Всего самого Наилучшего И на самый последок По скрипту Могу сказать Что тема Сегодняшней программы Может транспонироваться В наш следующий выпуск Но нас пригласили Уже еще В один другой город Город Киров Где владелец Компании Смарт-аудио Михаил Мамонов Выстроил совершенно Невероятную Мировых стандартов Студию И возможно Там у нас Появится еще Одна возможность Также сравнить Наивысшие достижения Домашнего аудио И наилучшие Результаты В студиях звукозаписи И до этой встречи Мы прощаемся Еще раз Всем всего наилучшего Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok